всем привет с вами дмитрий михайлов сейчас перед вами то что вы видите педестал выложен выкладывали сами заказ и угол стены здесь будет стоять печка печка чугунную вот такая чугуняка бюджетная достойная своих денег очень много у меня монтажей именно скратки да почему цена потому что приемлемая работает да эта печка рассчитана для как правило для дач если вы используете ее для основного отопления дома то нет не подойдет ни в коем случае нельзя это дачный вариант это стойный вариант быстро нагревается чугун передает тепло и чугунной печки если вы уже возьмете то желательно ставить чтобы кирпичная кладка была потому что чугун передает тепло снаружи очень очень сильно она сейчас разобранная запчасти к ней есть вот такая комплектация то есть дверца стоит здесь двойные стенки эти двойные стенки они монтируются внутрь для чего они нужны для того чтобы расширение было более равномерное и нагрузка не шла сразу на наружный кожух это довольно важно я считаю при выборе печей и каминов с двойной стенкой но это физика никуда не деться металл имеет свойство расширяться и тепловая нагрузка идет именно на вот эти вот кожухи все давайте пойдем на улицу покажу вам что у нас улице как мы будем ставить дымоход дымоход будет приставной не нас одной как вы знаете я сторонник представных дымоходов потому что у них есть очень много плюсов об этом я вам расскажу дальше покажу уже когда мы сделаем но сначала пойдем посмотрим сейчас за моей спиной вы видите кирпич это кирпичная кладка дом из кирпича возможно он когда-то отделается с вес в районе 400 миллиметров от края изначально когда видите да изначально когда ко мне обратился заказчик он попросил вернее скинул мне картинку говорит дмитрий сделайте вот так окей я выехал посмотрел и сказал что так нельзя делать вот этот вынос он очень маленький поэтому было предложено несколько вариантов дымохода либо с выносом от стены один метр опорная площадка либо мы прижимаемся к стене и верху ставим два угла 45 градусов для того чтобы сместиться и уйти вот через этот конек или не конек а свес скинул два варианта заказчик просчитал вернее я просчитал заказчик принял решение что делаем прямой дымоход вынос это ухо с точки зрения эстетики и технической эксплуатации в дальнейшем никак его не напрягает ну окей я тоже сторонник таких дымоходов да единственное у него минус иногда отказываются заказчики то что довольно далеко идет вынос от стены это может быть неудобно здесь высота вот это вот окно если примерно будет площадка стоять на уровне этого окна но это предварительно посмотрим как будет уже по факту все я начинаю работать мы начинаем работать и какие то вопросы будут возникать стена 25 сантиметров кирпич сборная солянка вот это полнотелы а верху видно как дом строился когда доступ каким материалом был идет уже пустотелы да от этого никуда не уйти начинаю работать вы смотрите сейчас расскажу про опорную площадку опорная площадка обязательно должна быть если вы решили сделать приставной дымоход потратить пожалейте деньги либо если вы не хотите покупать то тогда сварить ее конечно сварите ни в коем случае не ставьте обычные крепления очень много объектов я вижу когда ставят одно крепление до тройника и второе крепление после тройника это все свисает это сосиска висит это ужас просто потом это все давит на тройник тройник ломает этому не надо так делать обязательно должна быть разгрузочная площадка в нашем варианте она сделана из черного металла профиль 25 на 40 консоль плюс стоит дополнительно еще верхняя опора разгрузочная весь дымоход стоит именно на ней то есть печку можно поменять в любой момент она все равно будет стоять никуда не деться потому что дымоход он автономно стоит и стоит автономно сама печка они независимы их соединяет только соединение между дымоходами печи у нее большой плюс то что у нее есть внизу дополнительно сборник конденсата который вы можете прочищать который нужно прочищать никуда вы от этого не денете рано или пудро все равно вернетесь чистки дымохода могут быть разного варианта это черном исполнении а также она может быть нержавейки все зависит от цены конечно на нержавейку цена дорогая потому что она с двойки делается и зашкаливает либо не зашкаливает да нет все надо сравнивать объясню здесь стена кирпичная и вот это вот площадка она черного металла сделано ее надо периодически обновлять краской если вы этого не делать то рано или поздно по стенке потечет какая-то струйка да и цвет стены начинает менять если мы будем говорить про деревянные дома то нет я не сторонник ставить черное единственно что да можно полимерить вот я иногда полимерю и тогда брусу могу смело крепить площадку через которую будет крепиться дальше весь дымоход и на которой дымоход будет стоять если вы берете просто покрашенную вот такую вот опору то готовьте чтобы ее быть обновлять я ее не советую ставить на деревянных домах и также цилиндрованных все что связано с деревом нет плюс если фасад аккуратненький нежненький затянут и покрашен туда тоже не советую ставить ну вы представляете если это все начинает течь рано или поздно начинает течь мне в комментариях пишут что не дмитрий не течет поставь хорошую краску течет течет еще течет никуда вы от этого не денетесь и появляются следы и появляются потеки знаю испытал уже их много очень этих площадок поставил много производителей перебрал сейчас хочу поговорить о том как можно закрепить трубу когда вы выходите посмотрите видите ли конек как правило вот эти вот участки дам метр полтора-два над кровлей практически никто не крепит в редких случаях в этих единицах монтажники которые делают именно крепление оно нужно почему да потому что труба все равно влево вправо она играет у нее есть движение я пришел к тому что обязательно надо поставить крепление крепление которое идет к самой кровли есть несколько вариантов сейчас вам объясню почему как ставит смотрим сюда вот это вот крепление буду показывать сейчас перед вами крепление но стоит прямо вот перед кровлей дальше у нас пошла тяжко жесткая это не гибко это жесткая тяжко найдет на две стороны и уши дать вот под 120 градусов с одной стороны и со второй теперь смотрите когда вы собираетесь выводить выше кровли то как правило ставится такое вот крепление этим креплением очень много особенностей их очень много видов скажу следующее жесткое крепление должно быть если это п-образная не говорю про раскосину когда идет сюда я верю по пребазное крепление у нее должна быть здесь вот полка вот это вот полка вот она да вот это вот полка она дает жесткость если ее нету вы покупаете мусор по другому я не скажу это не продукция обязательно ставьте с полка она может быть г-образно то есть одна полка может стоять вот этот полка одна может она еще может быть две вот если с две полкой вообще супер крепления но их очень мало реально на рынке то что они ну дорогие поэтому я на своих объектах ставлю г-образные тоже скажу и так из практики ставил я просто крепление которые идут без этой полки то есть прямая прямой лист гнется со всех сторон труба висит как сосиска не ставьте не тратьте на эти крепления вообще деньги ничего не стоит и не должны стоять производитель производит лишь бы чтобы была какая-то какой-то ассортиментный перечень в продаже поэтому обязательно и еще по толщине металла чтобы было крепление жестко чтобы она стояла должна быть толщина полтора два миллиметра миллиметр это тоже не крепление может есть крепление вообще которые делаются вот этого часть загибается такой профиль п-образно и здесь двое отверстие и вот это уже пластинка просто вставляется сюда и прикручивается либо вот здесь прикручивается либо вот здесь производстве они легче конечно это идет конвейер но как потребителя я в себе в жизни бы такое крепление не ставил скажу так по этим креплениям я очень много перепробовал разных производителей остановился на двух ну это снова же мои основные поставщики которые делают нормальное крепление еще дополнительно поставил такой вот попросил чтобы не приварили упор чтобы уже наверняка очень жестко жестко она вообще не влево не вправо не двигается и никакой ветер к ветровая нагрузка здесь нам вообще не помеха пока не ушел сейчас покажу про что я говорил вот это вот прочистной карман благодаря которому можно прочищать очень легко дымоход снизу не забираясь наверх когда мне люди говорят дмитрий давайте мы посчитаем вам угол 90 уже дешевле да только я его монтировать не буду вот и все я буду монтировать ту продукцию которую считаю что именно приемлемо да для этого объекта если я считаю что это работать не будет дымоход не будет работать я ставить его просто не буду поэтому здесь вопрос не цены вопрос том я не хочу тратить свое время на то что не будет работать поэтому меня бывают такие ситуации когда люди на меня обижаются что они считают что это правильно нет и в итоге проходит какое-то время они возвращаются к этому что я был прав до сожалению это так мы любим учиться на ошибках но сожалению на своих все давайте дойдем все таки мы помещение для того чтобы показать что сделано так закончили мой монтаж и чем так это находится внутри помещения чугунная печка польского производства к 9 что мы дальше сделали поставили полуметра шиберную заслонку на кратках и большинство чугунных печей шиберную заслонку должна стоять почему об этом следующем видео когда я и начну запускать угол 90 ревизионный и дальше переход на утепленную трубу все это за мотовал в черный цвет чтобы было красиво надежно и думаю это правильно с точки зрения эстетики и вот такой вот ревизионный карманчик находится для того чтобы можно было горизонтальный участок чистить нужен ли он да он нужен потому что каждый раз двигать печку это не особо удобно некомфортно потому что плитка во первых портится и когда печка весит за 100 килограмм конечно тяжелая грыжу заработать очень легко межпозвоночная все на этом буду заканчивать это экран тоже черного цвета термокраска он обработан и противопожарный узел дальше это все уходит в стенку вот этот горизонтальный участок идет около одного метра с вами был дмитрий михайлов подписывайтесь на мой канал заказ у меня монтаж дымоходов покупайте мне дымоходы пока и Продолжение следует...